Самое главное, наверное, если говорить серьезно, то если мы говорим про практическую диагностику рака молочной железы, то никаких принципиально новых событий за прошедший год не произошло, потому что, в общем-то, не так много обязательных тестов, которые действительно нужны. И эти тесты, в общем-то, были доступны и входили в стандарты годом ранее. Ну, на самом-то деле, если мы говорим о молекулярную характеристику теста для выбора лечения, для выбора тактики лечения рака молочной железы, то здесь нет, несомненно, четкой грани между морфологическим анализом, о котором будут рассказывать Анна Сергеевна, и молекулярно-генетическим анализом, о котором я расскажу. Я, несомненно, колоссальное значение для тактики ведения пациентов является статус рецептор стероидных гормонов, причем не только для назначения терапии, но, допустим, для определения целесообразности, нужно ли делать БРК-тест или нет. То же самое касается статуса гена HER2. Здесь есть иммуногистохимия, где есть фиш-анализ, а фиш-анализ все-таки находится на стыке между молекулярной диагностикой, молекулярной генетикой и морфологией. Более того, довольно хорошо известные тесты, такие как онкотайп ДХ, они на самом-то деле, будучи молекулярно-генетическим, по своему сути, РНК-тестами, они включают в валидацию статуса рецептора эстрогенных гормонов, стероидных гормонов и статус HER2. Ну, а если мы говорим про стандартную молекулярную генетику, то на сегодняшний день два теста. Достаточно хорошо известные БРК-1, БРК-2. Я об этом буду говорить, потому что все равно, к сожалению, у нас здесь не достигаются пока стандарты, надо повторять. И относительно новый тест – это мутация генепиотрейкиназа. Я подумал, что будет правильнее все-таки начать с самого главного, с пиотрейкиназа, потому что здесь что-то принципиально новое, это пока еще непривычно. Здесь есть много нюансов, которые не являются очередными. И давайте мы с этого начнем, а БРК все-таки оставим на вторую часть презентации. Что такое пиотрейкиназа? Ну, условно, вот у нас рецептор, например, HER2, который запускают веточное деление. Вот здесь сигнальные каскады, которые ответам хорошо известны, это RAF, RAF. А вот если честно, то с точки зрения тех, кто занимается маммологией непосредственно, этот сигнальный каскад, он малозначимый, потому что на самом-то деле здесь каких-то реальных препаратов для лечения заболевания нет. А есть другой каскад, он обеспечивает жизнеспособность клетки. Дело в том, что опухолевые клетки, они быстро делятся, и они сталкиваются с недостатком кислорода, с недостатком питательных веществ. По идее, вообще-то, клетка не должна делиться в такой ситуации. Как только чего-то не хватает, клетка должна замирать или даже погибать. На это есть специальные сигнальные механизмы. А вот этот каскад, в котором работает пиотрейкиназа и хорошо известная мишень М-Торкиназа, он обеспечивает жизнеспособность клетки в неблагоприятных условиях. И если мы говорим про вот эту молекулу, называется она фосфотидит-инозитол-трейкиназа. Это целый класс киназ, и обеспечивают они не только жизнеспособность клетки, но и, например, прохождение импульсов по нервным волокнам. То самое важное для онколога, для практического врача. Эти же киназы, они обеспечивают усвоение клетками глюкозы. И это важно понимать, потому что сейчас появились препараты для лечения рака с этими мутациями. Но ожидаемый побочный эффект, который хорошо контролируется, это возникновение диабета, потому что получается, что клетки не усваивают глюкозу и наблюдаются повышения уровня сахара в периодической крови. Как это все работает? Вот посмотрите, здесь у нас деление клетки. Слева у нас привычный нам каскад эстрогенов, который связывает с эстрогеновым рецептором, и который, по идее, должен останавливать клетку или даже вызывать ее гибель. А в качестве коллатерального каскада у нас работают рецепторы, которые могут запускать и деление клетки, и, в частности, ее жизнеспособности. Вот у нас достаточно известные молекулы. Это пиотрикиназа, это МТОР, это звенья одной цепи, потому что на самом-то деле все это позволяет клетке пережить эндокринную блокаду. И именно за счет этого возникает резистентность к эндокринной терапии. Если мы берем рецептор позитивный рак молочной железы, примерно 40% опухолей имеют мутацию в генеопиотрикиназы. И таким образом у них этот каскад действительно задействован. Тут, в общем-то, очень важное исследование клиническое, которое, несомненно, изменило практику. В данном случае это пациентки, которые уже получали какую-то эндокринную терапию. Это могла быть адювантная терапия, на которой они спрогрессировали. Или терапия по поводу метастатического рака. И им уже, ну, фактически, так скажем, во вторую линию эндокринной терапии назначается фульвестран, наиболее мощная эндокринная терапия. И дальше идет рандомизация. Одни пациенты получают ингибитор пиотрикиназа. Это в данном случае алпелисип, на самом деле ингибитор пиотрикиназа в клинических испытаниях несколько. А в другом случае плацебо. Получается, что здесь достоверно увеличивается время без прогрессирования для подобных пациентов. Что очень существенно сказать. Нельзя назначить этот препарат без определения мутации. В качестве источника для молекулярного теста используется опухолевая ткань. Причем неважно, когда она взята, на момент операции или на момент начала лечения. И неважно, откуда взята эта опухолевая ткань. Это может быть первичная опухоль. Это может быть лимфатический узел. Это может быть исходная опухолевая ткань. Это может быть остаточная опухолевая ткань после неодюмантной терапии. Если есть опухолевые клетки, это все информативно для анализа. Но что еще существенно понимать. На самом деле те ингибиторы, которые есть, это не те препараты, которые избирательно связываются с мутированной версией белка. Это те препараты, которые связываются в принципе с белком, который называется этрикеназа. Отсюда, что очень важно помнить, мы ожидаем при подобной комбинации лечебные эффекты, выраженные лечебные эффекты, это несомненно, но мы также ожидаем от этого лечения увеличение уровня глюкозы. И поэтому то, что таких пациенток надо контролировать с точки зрения возможности появления сахарного диабета и то, что это контролируемое осложнение, это вытекает именно из специфического механизма действия препаратов. Это следствие той терапии, которая назначается. Ну, другой аспект, про который немножко уже, согласитесь, и надоело слушать, потому что на самом-то деле говорят одно и то же много-много лет, это наследственные опухолевые синдромы и в частности БРК-ассоциированные опухоли. Но на самом-то деле, все-таки общаясь преимущественно с докторами, я вижу, что, наверное, говорить можно бесконечно, потому что здесь происходит ужасная путаница. Следующие два слайда вообще посвящены тому, что гены БРК-1 и БРК-2 – это родственники по своему названию, БРК – слово breast cancer, но это разные гены. Посмотрите, вот здесь графическое изображение. Они расположены на разных хромосомах, и они имеют разную композицию. Они участвуют в одном и том же процессе. Они восстанавливают те повреждения, которые спонтанно вызывают, возникают в опухолевых клетках. Но, опять же, если, допустим, ген БРК-1, он скорее распознает эти повреждения, то ген БРК-2, он участвует уже на следующем этапе исправлением этих повреждений. Как следствие, как следствие, в общем-то надо понимать, что БРК-1 не только очень похожие гены, но это и разные гены. В частности, если мы говорим про спектр ассоциированных опухолей, если мы говорим рак молочной железы, рак желудка, рак яичника, здесь одинаковый вклад БРК-1, БРК-2. А вот если мы говорим про рак поджелудочной железы и рак простаты, то там только БРК-2 гена ассоциировано с ними, БРК-1 там нет. Это очень важная информация, потому что если вы возьмете всех пациентов с наследственным раком, которые у нас в стране среди славян, ну, процентов 85 придется на носителей мутации БРК-1, и, соответственно, у нас высокая встречаемость рака молочной железы и рака яичника. А вот вклад гена в БРК в заболеваемость раком поджелудочной железы и рака простаты, она на самом-то деле, по крайней мере, среди славян, очень маленькая, потому что прародители славян, они не имели мутации БРК-2, в отличие от прародителей викингов. И поэтому в соседней стране, Финляндии, высокая частота носителей БРК-2, и, как следствие, высокая частота наследственного рака поджелудочной железы и рака простаты, а у нас только вот эти опухоли. Изначально вообще вся эта диагностика создавалась для выявления носителей и организации для них мероприятий по раненной диагностике. Ну, на самом-то деле, сейчас все больше говорят о лечении, об этом мы чуточку остановимся, но так или иначе, вот посмотрите, как много у нас показаний для того, чтобы проводить БРК-тест. В частности, сирозный рак яичника высокой степени злокачественности, каждая третья опухоль связана с мутациями БРК. Практическое окно. Я уже показывал вот этот слайд, где была Анджелина Джоли. Посмотрите, вот в этих нормальных клетках сохранилась функция гена БРК, а опухоль потому возникла, потому что у нее ассоциирован оставшийся аллель гена БРК, оставшаяся копия гена БРК, и возникает избирательный дефицит. Тут целый спектр лекарственных препаратов, которые, в общем-то, ассоциированы с чувствительностью по отношению к БРК, ассоциированным наследственным опухолем. Это и препараты платино, несомненно, это и метамицин С, это и парк-ингибиторы, которые появились относительно недавно, и которые, в общем-то, пользуются достаточно значительной информационной поддержкой. Что важно понимать? На самом-то деле, когда мы говорим о наследственности, то вдумайтесь, почему люди вообще делятся на разные национальные группы, потому что каждая нация имеет своих прародителей. И эти прародители, они не только привнесли особые черты лица или особые формы телосложения, они принесли определенный пул наследственных заболеваний. Ну, например, вот это разные гены, я уже говорил, БРК-1, БРК-2. У славян доминирует БРК-1. 180 километров от нас начинается Финляндия, там практически нет носителей мутации БРК-1, но зато довольно много носителей мутации БРК-2. Мы 15 лет назад выполнили серию работ, которая на тот момент была очень важной. У нас не было никакого оборудования, мы не могли делать нормальную диагностику. И тогда очень важное было исследование, которое показало, что если возьмете лиц славянской национальности, поляки, украинцы, белорусы и русские, то примерно 50% всех мутаций в гене БРК приходится на один единственный вариант, который можно выявлять при помощи полимеральной цепной реакции. И действительно, на тот момент это было значительно больше, чем ничего. Но надо понимать, что эти тесты, они имеют определенную роль, только когда мы говорим о лечении, о диагностике опухолей у лиц славянской национальности. И при этом негативный результат теста ровным счетом ничего не означает. И сейчас все больше идет к тому, что должна делаться полноценная БРК-диагностика, и делается это при помощи нового метода, который называется секвенированием нового поколения. И вот посмотрите, это наша собственная работа, которая была опубликована этим летом 2020 года. У нас с 2008 года, по настоящий момент, за 12 лет, 10,5 тысяч пациенток прошли так или иначе БРК-тест. Мы из них отобрали тех 785, которые обладают признаками наследственного рака и у которых не выявлены частые мутации, которые показаны здесь. И сделали им полноценный анализ генов БРК-1, БРК-2. То продемонстрировано. Если вы делаете полноценный тест, то у вас количество носителей, пропорция носителей, уровень выявляемости увеличивается примерно в 3 раза. То есть получается, что 15 лет назад, когда у нас не было никаких возможностей, вот эти ПЦР-тесты казалось разумным компромиссом, сейчас это все потихоньку становится неприемлемым. Если у нас есть клинические показания, то все пациентки с основаниями клиническими для диагностики должны получать полноценное тестирование. И при этом вы почти в 3 раза увеличиваете количество людей с выявленными мутациями. На сегодняшний день важная информация, что БРК-опухоль имеет особый спектр лекарственной чувствительности. Я не хочу тратить на это время, потому что есть информационная поддержка со стороны разработчиков и производителей лекарственных препаратов. Я хочу обратить внимание на другое. Как ни парадоксально, сейчас БРК-диагностикой занимаются не столько мамологи, которые выявляют рак молочной железы, но, так скажем, оперирующие доктора, сколько те, кто проводят лекарственные лечения по отношению к метастатическому раку. Это могут быть не только мамологи и химиотерапевты. Именно у них, как ни парадоксально, скапливается наибольшее количество случаев наследственного рака, потому что раз пациентка нуждается в лечении, то ей пытаются это лечение подобрать и делают тест. Самый ужасный грех, который происходит, я смотрю, что на самом-то деле огромное количество женщин сделали тест, оказалось, что у них БРК-мутация, но никто всерьез не заставил их, я употребляю слово «заставил», не мотивировал их привести своих родственников на генетическое обследование, а ведь 50% вероятности того, что они могут являться носителями мутации. Все-таки у нас симпозиум посвящен новым событиям, ну и, в частности, вот это тоже наша работа, которая тоже опубликована в 2020 году. Мы изучаем молекулярную эпидемиологию наследственного рака у нас в стране. Помимо БРК-1 и БРК-2 у нас примерно 1% заболеваемости рака молочной железы, согласитесь, это много. Приходится на еще один ген, который называется ПАЛЮП-2. 1% это много, потому что 5% у нас приходится на БРК-1, БРК-2, а еще 1% на ПАЛЮП-2. Получается, что, в общем-то, это тоже обязательный тест. ПАЛЮП-2 ассоциированные опухоли могут быть чувствительными платиносодержащими препаратами, могут быть резистентными по отношению к эндотерапии. Для этого надо делать дополнительный тест на утрату оставшегося апреля на БРК. Но самое важное, что мне все-таки надо еще раз донести, что негативный результат БРК-теста, если выполнен только ПЦР-анализ, ровным счетом ничего не значит. Поэтому всех пациенток, у которых есть клинические основания подозревать наследственный рак, надо подвергать полноценному исследованию. И не только, если у них метастатический рак. Те, у кого рак, к счастью, операбельный и не нуждается в палеотивном лечении, там очень важно все-таки выявить родственников. Второй момент. Помимо гиперинтерпретации результатов негативного теста на повторяющиеся мутации, очень большая ошибка, когда вот эти ПЦР-тесты назначаются лицам неславянского происхождения. Ну и, соответственно, если мы говорим о выводе, то вот у нас заключительный слайд. Я просто повторю ту заставку, которая была в самом начале. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.